Если посмотреть на военную активность в районе подрыва, совпадений что-то становится многовато. Следите, как говорят, за руками утром после взрыва. В Белый дом пришел доклад о том, что прямо возле Северного потока третьи сутки продолжаются учения британских аквалангистов. В тот же день Лондон наградил их за какие-то боевые заслуги и проведение важных каких-то мероприятий в чужих территориальных водах, чтобы это не значило. За несколько недель до взрыва прямо над местом событий плотно погружился американский военный вертолет. Да и место взрыва просто намолено для учения. Именно там регулярно тренируются Дания и НАТО. А в июне США похвастали успехами в области подводных беспилотников, которые испытали, где бы вы думали, снова в том же самом месте. Ну и теперь глава Пентагона Остин предлагает Дании и Швеции свою помощь в расследовании. А все западные СМИ вдруг стали пытаться упорно впихнуть в головы обывателя мысль о том, что взрывы газа устроил Кремль. Ну и Газпрому это, разумеется, выгодно. Доказательств никаких, но highly likely продолжает работать. Продолжение следует...